Это запомнится! Жизнь самых умных юных программистов продолжает крутиться вокруг 28-й международной олимпиады по информатике IOI-2016. Для долгожданного состязания было отведено лишь несколько дней, а социальные сети юных программистов уже пистырят фотографиями, которые напоминают о каждом дне как о самом неповторимом. Но олимпиада – это не только бесконечные расчеты и головоломки, но и посещение познавательных экскурсий по Казани, увлекательное путешествие в Булгар, знакомство с культурами России и Республики Татарстан. Не обошлось и без национального праздника Сабантуй, участие в котором гости университета приняли впервые, и даже жаркая погода не стала препятствием. На все время проведения олимпиады участники находятся под заботливым присмотром волонтеров, яркими вспышками фотокамер и неусыпным вниманием прессы. Работа у каждого нелегкая, но главное не забыть. Уследить за результатами. Сделать самое красивое селфи. Добыть еду. И, конечно, найти новых друзей. Заслуженно Ай-О-Ай можно назвать не просто олимпиадой, а уникальным событием в жизни каждого участника. А Казанский университет не просто площадкой для проведения мероприятия, а самым настоящим домом для гостей из 88 стран. Уютный и гостеприимный. Всегда готов открыть для всех свои двери. Аделя Мухамедшина, Универньюз. О международной олимпиаде Ай-О-Ай говорили очень много. Рассказывали об истории олимпиады, о заданиях, составителях задач и даже об эмоциях участников. Но забыли о самом интересном. Многие участники привезли с собой талисманы удачи. Юные программисты находятся далеко от дома, от родных и близких, далеко от привычной обстановки и каждому нужна определенная поддержка. Например, на столе участника из Латвии Александр Сазаякинс во время всех соревновательных процессов стояла игрушка Little Pony. А у команды Швеции есть общий талисман – это шапка викингов. У участников из США общекомандный талисман – корова. Этот символ уже много лет является неотъемлемой частью команды. Корова – это символ нашей команды. Эта традиция сформировалась очень давно, и я верю, что она приносит удачу. У моей команды нет своего личного талисмана, но мне приносит удачу моя игрушка-собачка. Правда, в данный момент я оставил ее в сумке. У каждого свои – барашки, драконы, кошки, ежи. Но главная удача и без символов настигла участников. Ведь попасть на Международную Олимпиаду I.O.I. удается только самым лучшим и выдающимся юным программистам. Адели Валеева, Руслан Урозаев, Универньюз. В Тегеране состоялась 9-я Международная Олимпиада по химии. В ней приняли участие команды из стран Европы, СНГ и Ближнего Востока. Республику Татарстан представили студенты 3-го курса Казанского федерального университета Руслан Лукин, Дмитрий Белматенков и ученик 11-го класса лицея номер 131 города Казани Амир Гизатуллин. По итогам Олимпиады Татарстан занял второе место, уступив Москве и оставив позади Иран, Польшу, Ирак, Туркменистан и Украину. Мы уже не в первый раз с командой КФУ принимаем участие в Олимпиадах, которые организуются в Иране. В Иране проходит в два дня, всего четыре тура. Это основные базовые химические дисциплины, органическая, неорганическая, физическая и аналитическая темы. На каждом туре предлагается решить от 7 до 12 задач, в зависимости от предметов. Время очень сжатое, решить все очень сложно, тем не менее нашим студентам это удается, решить практически все. На 9-й международной Олимпиаде по химии Руслан Лукин и Дмитрий Белматенков завоевали золото и серебро соответственно, а Амир Гизатуллин получил бронзовую медаль. Отличный результат участников вновь подтверждает, что Казанский федеральный университет обладает высочайшим уровнем подготовки будущих специалистов. Регина Фахрудинова, Андрей Багаудинов, Универньюз.